Покупать продукты можно, но нужно быть внимательнее с выбором. К такому выводу подталкивают результаты лабораторных исследований. Напомним, на минувшей неделе мы вместе с общественниками из проекта «Народный контроль» сделали контрольную закупку молочной продукции в крупнейших гипермаркетах Владимира – Ашане, Глобусе и Ленте. Накануне мы показывали, как это было, и сегодня обещали рассказать о результатах. А говоримся сразу – брали общественники по два образца продукции. Как говорится, наугад. И сдавали их в испытательную лабораторию – Владимирский ЦСМ, чтобы там проверили сметану разных производителей на соответствие ГОСТу или как минимум тому, что написано на упаковке товара. Значит, сметана – это массовые доли белка методом кельдаля. То есть, вначале пароба сжигается, и потом в дальнейшем она проходит обработку на приборе кельдаляне. Массовые доли жира, то есть на приборе жаромеря. Вот он. Кислотность китрованием также. Результаты анализов по сметане нам передали сегодня. Оказывается, что образцы продукции, которые мы взяли в ленте Аша, не соответствуют ГОСТу. А вот к сметане из Глобуса возникли вопросы. По результатам проведенных испытаний, образец сметана, массовая доля жира 20%, ГОСТ 31-452-2012 не соответствует требованиям ГОСТ по показателям массовая доля жира, массовая доля белка. Оказалось, что это сметана под торговой маркой самого Глобуса. К слову, подобные контрольные закупки общественники проводят регулярно. И мы решили заглянуть на портал потребитель 33, чтобы выяснить, каким еще образцам молочной продукции были нарекания. Оказалось, что в списке продуктов значится еще один товар под торговой маркой «Ваш выбор». Она тоже продается в Глобусе. И именно там был взят этот образец. А вот результат исследования. Предоставленный образец не соответствует требованиям по показателям массовая доля жира, массовая доля белка. Получаются результаты, как и в сметане. В июне этого года активисты народного контроля снова закупали молочку в гипермаркетах. И снова молочная продукция, которая продается в Глобусе, оказалась в числе несоответствующих качеству. Как нам пояснили в лаборатории, отклонение в уровне белка говорит либо о нарушениях процесса производства, либо о некачественном сырье, использованном производителем. В любом случае это нарушение, которое должно быть устранено. Наши потребители не должны подвергать опасности свое здоровье и платить за товар ненадлежащего качества. Обо всех нарушениях общественники сообщают надзорные органы, чтобы там приняли меры. И некачественная продукция не появлялась на прилавках. Но по словам активистов, санкции для торговых сетей слишком малы, поэтому предприниматели продолжают закрывать глаза на некоторые нарушения. И решить эту проблему, говорят общественники, можно только на законодательном уровне. И депутаты молодежной думы региона, которые также участвуют в работе проекта «Народный контроль», задумываются о разработке законопроекта, который ужесточит ответственность торговых сетей за продажу товаров, которые не соответствуют ГОСТу. К сожалению, такая ситуация есть сейчас на рынке. И много факторов влияет на это, так как и в законодательной части мы будем рассматривать все нюансы непосредственно рынка. И будем учитывать, что и уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально должны занижать уровень своего качества продукции для того, чтобы непосредственно войти на рынок. А вот последняя информация уже по линии федерального ведомства Россельхознадзора. Специалисты отдела фитосанитарного контроля провели плановую комплексную проверку в крупном сетевом магазине Владимира. Как сообщили в ведомстве, речь идет именно о глобусе. Там нашли более 500 килограммов семечек подсолнечника без документов, которые могли бы подтвердить безопасность и качество товара. Обе партии зерен подсолнечника находились в реализации. В результате по факту нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Штрафу в 100 тысяч рублей. Обе партии сомнительного товара, по данным Россельхознадзора, уже уничтожены. И к теме качества продуктов мы еще вернемся, но уже в следующем году. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал.